Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Команда Свердловского областного отделения Русского географического общества продолжает проект «Виртуальные путешественники». Сегодня мы обратимся к особенностям формирования неповторимой природы Урала. Расскажем о его самых удивительных достопримечательностях. К Уралу в физической географии относят уральские горы, с их предгорьями и примыкающие с востока равнины Зауралья. О происхождении названия Урал существуют разные предположения. Из них наиболее вероятно тюркское происхождение названия «Тюркская Орал» переводится как «пояс» или «остров». Рассказывая об Урале, можно много раз применять слово «самый». Ведь Урал – это действительно уникальный край. Например, именно на Урале был найден самый первый официально зарегистрированный алмаз в России. И самый большой российский изумруд. Это изумруд-президент. Он был найден в 1993 году на Малышевском руднике и назван в честь первого президента России Бориса Ельцина. Вес этого изумруда около 1200 грамм. А стоимость оценивается в 150 тысяч долларов. А золотой самородок-большой треугольник, найденный на Урале еще в 1842 году, до сих пор чемпион российской золотодобывающей отрасли. Он весит более 32 килограмм. На Урале родился и проходил обучение и создатель первой в России паровой машины – Иван Ползунов. Но, конечно, самое большое богатство Урала – это его неповторимая природа. На Урале множество разнообразных природных достопримечательностей. Это и горы, и скалы, и реки, и озера, и водопады, и пещеры. К примеру, знали ли вы, что по территории Пермского края протекает Святой Отец? Не удивляйтесь этому странному на первый взгляд сочетанию слов. Так переводится с коми-пермятского языка название горной реки Вижай. Река Вижай – место притяжения любителей спортивного и экстремального сплава. Вижайские скалы поражают своей красотой. На вершине одной из них находятся золотые или царские ворота. Это природные каменные арки шириной более 4 метров. Манси – коренные жители этих мест считают, что арка – это граница между миром живых и миром мертвых. И человеку проходить через нее нельзя. Но сегодня в нашем выпуске вам предстоит окунуться в тайны подводного Вижая. Ведь за последнее время Вижай стал новым спелеологическим районом. Сейчас здесь обнаружено более 55 подводных пещер, самые из которых – Северная и Таежная. Начнем наше путешествие прямо сейчас. Здравствуйте! Вот уже 15 лет дайверы из команды уральского дайвцентра Тритон исследуют дно реки Табол близ города Кургана. Уникальность этого места заключается в том, что здесь река размыла мягкие отложения и обнажила участок дна Древнего моря. Это море, существовавшее на территории Урала примерно 100 миллионов лет тому назад, называлось Западно-Сибирским. И здесь, как и в любом другом море, жили морские обитатели – рыбы, акулы, беспозвоночные. Постепенно море обмелело, высохло, и следы его обитателей остались на дне реки Табол. В этом месте дайверы находят окомневшие зубы акул, скатов, позунки рыб, раковины. На сегодняшний день известны около 20 видов обитавших здесь акул. Почему дайверы нырают зимой на дне реки Табол? Потому что зимой видимость под водой лучшая. Идет все равно визуальный поиск, работаешь с глазами, ищешь. И зимой гораздо больше шансов найти что-то интересное, уникальное, необычное. Помимо зубиков акул попадаются еще кости мамотов, бизонов, носорогов. То есть все в одном месте. Достаточно интересное, уникальное, необычное место. Таким образом просеивается грунт со дна, и находятся зубики ископаемых древних акулов. Подземный мир хранит множество неизведанных секретов и тайн. Вооружившись фонарями, люди научились проникать в пещеры и изучать их. Некоторые пещеры хранят свои тайны под толщей подземных рек и озер. На севере Свердловской области, в Таежной глуши, есть уникальная пещера с гротом величиной с футбольное поле. Этот грот самый большой на Урале. На дне этого озера открывается вход в подводную часть пещеры Таежной. Лишь немногие исследователи, вооружившись подводным оборудованием, могут прикоснуться к ее тайнам. На слайде мы видим реку Вижай, на котором размещаются пещеры Таежная, Северная, Пайс Дракона. Вот так вот выглядит река. Зачастую заброска к пещерам происходит по реке, на моторных лодках или по суше. На машинах повышенной проходимости. Сейчас мы видим карту местности. Где расположена пещера Таежная. Поток воды, который бывает в летний период, очень сильный. Погружение в основном происходит в зимний и весенний период, когда вода наиболее прозрачная. Потому что в летний и осенний период вода мутная и некомфортно совершать погружение. Вот так вот выглядит сбор скрелевых дайверов перед погружением. Собирается оборудование, настраивается видеосвет. В нашей экспедиции мы создали карту подводной части вместе с палеологами, которые создали карту сухой части. Подводная часть очень большая, пещера Таежная, величиной со стадион. Чтобы не заблудиться в этих ходах, мы используем специальные ходовые линии, веревки. Которые помогают нам ориентироваться в пространстве и не заблудиться в этом огромном космосе. Сухая часть пещеры тоже очень огромная. Со сталактитами, сталагмитами, наростами всевозможными красивыми. Сейчас мы снова наблюдаем начало погружения. Погружение начинается при входе в озеро. На дне озера имеется отверстие, которое ведет нас в подземную часть пещеры. Также в пещере водится рычок слепого-слепой. Мы его поймали, отдали ученым для исследования, ученые его изучают. Также в этом районе находятся другие пещеры. Пасть дракона, ледяная, северная. Вот так вот выглядит наше погружение. На данном погружении как раз-таки мы видим открытие нового грота. Добрый день, друзья. Проверим наши знания. Вопрос номер один. Как называется самый большой изумруд, добытый на Урале в 1993 году? Марин Дар, президент, уральский самоцвет, фигура грифона. Правильный ответ – изумруд-президент. Изумруд-президент весом в 1200 граммов был найден в 1993 году на Малышевском руднике Свердловской области и назван в честь первого президента России Бориса Ельцина. Вопрос номер два. Как переводится с коми пермятского языка название реки Вижай? Проворный, рыбная река, долгая, святой отец. Правильный ответ – святой отец. Название реки Вижай переводится как «святой отец». В свою очередь река Часовая – проворная, река Тура – долгая. Река Исеть, согласно одному из вариантов происхождения, название – рыбная. Вопрос номер три. Назовите высшую точку Урала. Варианты ответов. Тель-Пасис, Эмонтау, гора Денишкин-Ками, гора Народная. Высшая точка Урала – гора Народная. Она возвышается до 1895 метров. Вопрос номер четыре. В какой пещере на реке Вижай находится огромное подземное озеро? Пасть дракона, ледяная, северная или таежная? Правильный ответ – Таежная. В пещере Таежная находится одно из самых больших на Урале подземных озер, площадью 1400 квадратных метров и глубиной более 12 метров. Успехов, друзья! Почему Уральские горы называют еще и Рефейскими? Где на Урале можно увидеть наскальные рисунки, сделанные 14,5 тысяч лет назад? Какими уникальными произведениями народного искусства знаменит Урал? О камнерезном искусстве, которым славится наш край, знают все. А известно ли вам, кто такие клинковые рисовальщики и что называют тагильским букетом? Об этом и многом другом смотрите в пятом выпуске проекта «Виртуальные путешественники». Следите за новостями и подписывайтесь на официальные социальные сети Русского географического общества. Проводите время с пользой. До свидания, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok